Ну вот ты посмотри, что бывает, когда китайцы делают гриле на пластиковых направляющих. Этот гриль хрен отковыряешь. Ну вот почему? Почему нельзя, блин, сделать гриль на магнитах? Еще в придачу этот гриль асимметричный. То есть ты не можешь его перевернуть и поставить обратно. Нет, он не поставится. Вот этот скошенный край, дружище, это низ. А вот этот ровный край, это верх. И только таким образом ты можешь установить его на место. Хотя на самом деле гриль довольно миленький, сделан на аккуратной пластиковой решетке и покрыт темно-синей акустической тканью. В общем, приятное и интересное изделие, несмотря на то, что его довольно-таки трудно снять. Так что, в принципе, если ты принадлежишь к тому полку людей, которые постоянно снимают, одевают гриле, то эта акустика тебе не подойдет. Выглядит же бельке довольно привлекательно. Несмотря на то, что в их дизайне, в принципе, доминируют винтажные нотки, вот благодаря вот этим маленьким горящим лампочкам, благодаря крутилочкам на передней панели, акустика, в принципе, производит впечатление эдакой винтажной новинки. На самом деле на передней панели всего лишь две крутилки. Одна для того, чтобы выбирать входы-выходы, а вторая крутилка, собственно, включить-выключить и регулировать громкость. Кроме того, что на передней панели есть лампочки сигнализирующие о том, что колоночка включена, здесь также есть небольшой медбасовый динамик, который по размеру, кстати, чуть-чуть больше моей ладошки. И на самом деле, когда я увидел, что этот динамик такой маленький, я сразу же подумал, блин, ну баса здесь, ребята, точно не будет. Два небольших порта фазоинвертора. И сверху расположен рупорный, ну, скажем так, излучатель для твиттера. Покрыты колонки, ну, по-моему, какой-то пленкой, если я не ошибаюсь. Но на самом деле покрытие очень качественное, и найти каких-либо изъянов здесь не получается. Вариантов финиша у JBL всего три. Черный, коричневый и, по-моему, какой-то светлый, если я не ошибаюсь. Посмотри, пожалуйста, в описании. Колонки не занимают много места. На самом деле, когда смотришь на эти колоночки на фотографии, создаётся такое ощущение, что, блин, они же огромные. Но на самом деле они довольно-таки компактные. Ну, в принципе, я бы назвал их полочниками среднего размера. JBL использует в колонках твиттер 25 миллиметров. Ну, короче, по-американски это один дюйм. Твиттер, зачитываю. Аннуал ринг Теонекс. Диафрагм. Короче, здесь используется диафрагма Теонекс. Пускай тебя не пугает название Теонекс. Теонекс это означает специальный запатентованный полиэтилен. И аннуал ринг это компрессионное кольцо. И также для того, чтобы звуковая волна из твиттера, которая отвечает за высокие и частично за средние частоты, была максимально чёткая, ясная и красивая, здесь используется фирменный JBL-овский рупор. Если я не ошибаюсь, горизонтальное излучение у него составляет 60 градусов, а вертикальное излучение 90 градусов. И благодаря компрессионному кольцу в паре с рупором получается, что двух с половиной сантиметровый твиттер в принципе работает в виртуальной площади динамика, которая равняется конечной площади рупорного излучателя. Вот такой эффект получается от использования вместе компрессионного кольца и рупора. На самом деле изготовить такой рупор, который будет давать качественный звук довольно сложно. Именно поэтому такие производители, как Липш, Магнат, JBL патентуют свои рупора и в принципе никому их не дают. Ну просто за так. Потому что при проектировании рупоров высокочастотных динамиков компьютерное моделирование в принципе не работает. И хорошего качественного звука можно добиться только путём физических экспериментов. Вот представь себе, сколько экспериментов необходимо было провести JBL для того, чтобы получить классный качественный рупор. Я себе вообще на самом деле не представляю. Диаметр мидбаса составляет всего 13 сантиметров. То есть он чуть-чуть больше площади, чем моя ладошка. Изготовлен из чистой пульпы. На нём нанесены такие как бы кольца для увеличения жёсткости. Естественно он чёрного цвета, как ты сам и видишь. Подвес резиновый, кстати, довольно мягкий, но в то же время не жёсткий. То есть его жёсткость такая как бы, ну средняя, я бы так сказал. Хоть динамика довольно-таки большой. На самом деле от таких маленьких динамиков я всегда ожидаю, что будет недостаток баса. Но о том, как басят эти JBL я расскажу тебе немножечко позже, когда буду рассказывать про звук. У этих активных колонок довольно-таки интересные задние панели. На каждой колонке они разные. Интересно, что и правую, и левую колонку тебе надо включать в розетку. Потому что каждая колонка содержит по два усилителя класса D. То есть всего в этих колонках вставлено аж 4 усилителя. Мощность RMS колонок составляет 300 Вт. 300 Вт на пару. То есть каждая колонка выдаёт 150 Вт мощности. Ну не каждая колонка, а усилители в каждой колонке. 125 Вт RMS мощности отправляется на мидбасовый динамик. И 25 Вт мощности отправляется на высокочастотный твиттер. Пускай тебя не радует вот эта высокая мощность, которая заявлена производителем. Потому что RMS мощность означает, что при достижении максимальной вот этой RMS мощности устройство должно проработать как минимум 2-3 часа и при этом не выйти из строя. То есть о уровне искажений и о качестве звука при работе на максимальной 300 Вт мощности для пары колонок. Но в принципе речь не идёт. Как правило номинальная мощность, при которой устройство выдаёт самое лучшее качество звука, составляет примерно 1-2 трети от RMS мощности. То есть в принципе мощность каждой колоночки составляет примерно 50-75 Вт. Ну номинальная, при которой колонка работает, выдавая максимально качественный звук. Конечно они могут выдавать и 300 Вт пара, об этом указывается в инструкции. Но при этом никто не будет гарантировать тебе качество звука. На задней панели у нас расположено. Значит, так как колонка студийная, то естественно здесь есть балансный вход для подключения какого-либо балансного источника. Здесь есть 3,5 аналоговый джек для подключения какого-либо аналогового источника. Здесь есть вход USB-B для того, чтобы ты мог подключить эти колонки к компьютеру, ну к Windows или к Mac на твой выбор. Также здесь есть просто USB-порт, но к этому USB-порту ты ничего подключить не можешь, потому что это устройство не поддерживает чтение жестких дисков или флешек. Также на задней панели есть вход интернет для подключения к интернету. И собственно говоря, такой же кабель как интернет используется для того, чтобы две колонки коммуницировали между собой. В принципе, коммуникация колоночек между собой происходит либо по интернет-кабелю, либо по беспроводному соединению. Там также есть кнопочка для синхронизации, и ты можешь выбрать, ты подключаешь их по кабелю, либо подключаешь беспроводно. Кстати, если ты подключаешь эти колонки беспроводно, одну к другой, то в принципе ты можешь использовать их как мультирум. Ну если, конечно, не превысишь ту дальность, которую указывает производитель как максимальную дальность для соединения. Также на задней панели есть выход для сабвуфера. Интересно, что выход для сабвуфера здесь автоматический. То есть при подключении сабвуфера внутри автоматически включается фильтр, который работает на срезе 80 Гц. То есть при подключении сабвуфера от колонок уходит частота 80 Гц на сабвуферы. В принципе, ты получаешь полноценную активную трехполосную систему. Как же еще можно соединяться с этими колонками? Эти колонки содержат встроенный хромокаст, AirPlay 2. И, короче говоря, ты можешь совершенно спокойно стримить на них музыку со своего устройства, телефона, планшета, компьютера, любого, которое поддерживает хромокаст. Интересно, что они поддерживают дешифровку MQL и тем проводочкам, которые они соединяются друг между другом, они добиваются передачи сигнала 24 дробь 192. А если ты, например, пускаешь сигнал без проводов, синхронизируешь колонки без проводов, то добиваешься всего лишь 24 дробь 96. Вообще, на самом деле, для того, чтобы получить качественный звук, достаточно сигнала 16 дробь 96, как это есть на компакт-дисках. Но это все-таки студийные мониторы для того, чтобы обеспечить супервысокое качество звука. И, кстати, это устройство читает с твоего телефона, источника, планшета, не знаю, целую кучу всяких разнообразных форматов. Это и WAV, это и MP3, это и FLAC, это и DSD и PCM. Весь список форматов, которые читает это устройство, ну, конечно же, читай в описании. Также к колонкам ЖБЛ ты можешь подсоединиться по Bluetooth. Bluetooth здесь, к сожалению, не поддерживает APTX, APTX-HD, либо кодек LDAC. Поэтому, в принципе, такого типа Bluetooth, я бы сказал, будет неплох для того, чтобы слушать аудиокниги. Да, но не более того. Как правило, сколько экспериментов я не проводил, но Bluetooth без APTX, без APTX-HD, это довольно-таки серьезное снижение качества музыки. То есть, Bluetooth в данном случае опциональный вход до какого-то кратковременного быстрого прослушивания музыки. А, да, забыл сказать, здесь также есть оптический вход, так что ты можешь сюда подключиться также по оптике. Вот так. Интересно, что вся компоновка этого устройства говорит о том, что оно сделано, ну, как бы, пухоэндным технологиям, пухоэндному фэншую. Потому что в каждой колонке встроено два усилителя мощности, как я и говорил. Один на mid-bass, второй на высокочастотный динамик. И в каждой колонке находится ЦАП. То есть, здесь не один ЦАП, работающий на два канала. В каждой колонке находится ЦАП, который обрабатывает сигнал, поступающий конкретно либо на колонку А, либо на колонку Б. Такие решения, в принципе, используются только в очень высокоуровневой, в очень высококачественной технике. И такие решения позволяют добиться, в принципе, максимального качества звука. Интересно, что компоновка расположения всех компонентов внутри акустической системы очень хорошо оправдывает себя для того, чтобы добиться максимального качества звука. Ведь, в принципе, здесь совершенно отпадает проблема соединений. Все соединения сделаны внутри акустической системы на заводе фирмой-изготовителем, которые позаботились о том, чтобы это было сделано максимально качественно. И все компоненты находятся максимально близко к излучателю звука. Ну, то есть, в принципе, это, можно сказать, практически идеальная компоновка для получения тобой высокого аудиофилического удовольствия. На самом деле, зачастую производители акустических систем получают жалобы от своих клиентов о том, что акустические системы звучат недостаточно хорошо. И, как правило, при расследовании таких случаев оказывается, что клиенты, покупатели подключают акустические системы к каким-то усилителям, к каким-то источникам совершенно непонятного происхождения, непонятного уровня качества. И именно поэтому акустическая система активного типа призвана, ну, скажем так, искоренить все недостатки, все возможные ошибки, которые получаются у простого человека, аудиофила, при подключении и установке и сборке своей аудиосистемы. То есть, активная акустическая система — это система, собранная с максимальными параметрами, с максимальными критериями качества. Естественно, внутри, помимо ЦАПа, усилителей класса D и прочей всей требухи находится DSP-процессор, который и делает цифровую музыку настолько хорошей, насколько это, в принципе, на сегодняшний день возможно. Также в комплекте, кроме двух проводов питания и проводка для соединения колонок, поставляется пульт дистанционного управления. С помощью этого пульта ты можешь делать громче, тише, переключаться между треком и выбирать источник. И ты можешь нажать кнопочку Mute, если тебе это очень надо. На самом деле, сколько у меня было устройств, на которых можно было нажимать кнопочку Mute, но я, мне кажется, никогда не пользовался вот этой вот функцией Mute. Не знаю, на самом деле, для чего все ее ставят, но если мне надо выключить музыку или сделать тише, я просто регулирую громкость, либо нажимаю стоп. Пульт пластиковый, сделан классно, абсолютно не китайское изделие, с закругленным хвостиком, покрашено серебряной краской. В общем, производит весьма элегантное и такое приятное впечатление. На мой взгляд, немножко диссонирует с винтажным дизайном JBL. Наверное, здесь больше бы подошел такой черный пластиковый пульт с квадратными кнопками и с какой-нибудь такой винтажной открывающейся крышкой для каких-нибудь тайных функций. Также порадовалось, что в комплекте ребята из JBL положили самоклеющиеся резиновые ножки, которые, естественно, необходимо клеить под колоночки для того, чтобы не поцарапать мебель и для того, чтобы избавиться от лишних резонансов, которые возникают при воспроизведении музыки, дружище. Послушать эти JBL можно в Риге, в салоне аудиотехника на Elisabeth S31. И сегодня я слушал эти JBL с разными жанрами музыки. Как обычно, я послушал Rammstein, я послушал Isidysi, я послушал инструментальную музыку, я послушал электронную музыку. Что я могу сказать тебе про звук, дружище? Ну, однозначно эти JBL поразили меня, во-первых, своим качественным и масштабным басом. Несмотря на то, что динамик здесь диаметром всего 13 сантиметров, но баса эти JBL выдают гораздо больше, чем от них ожидаешь на первый взгляд. Интересно, что в басе нету никакой зажатости, нету никакой напряженности. Это чистый, хороший, массивный, качественный бас. И этого баса однозначно достаточно для того, чтобы насладиться музыкой по полной программе. Единственная музыка, на которой мне показалось баса не хватает, это, как всегда, Isidysi. Но дело в том, что Isidysi, как правило, собственно говоря, и другие металлические группы записывают с компрессированным басом, и с компрессированной серединой, и с компрессированным верхом. Потому что в металле, в тяжелом металле количество информации, которое воспроизводит музыкант, не настолько большое, что большинство акутических систем не в состоянии это воспроизвести. Поэтому, в принципе, я бы сказал, что сабвуфер для прослушивания Isidysi здесь бы не помешал. Но для прослушивания инструментальной музыки, для прослушивания блюза, электроники, для прослушивания попсовой музыки, в сабвуфере точно нету никакой необходимости. Баса здесь точно достаточно. Ну, помимо баса, в звуке есть еще много всякого интересного, о чем я хочу тебе рассказать. Во-первых, акустика играет очень объемно. То есть, ее звучание, ну, на мой взгляд, по первому ощущению, по ощущению от прослушивания, сравнимо со звучанием такого винтажного усилителя, как Yamaha P2200. Был такой 40 лет назад у японцев, кстати, легендарный усилитель. Ну, так вот, звучание этой акустики по своему характеру напомнило мне Yamaha P2200. Интересно, что очень качественная прорисовка сцены за колонками. Звук отвязан от колонок вообще абсолютно полностью. И вот реально слоение в глубину. Реально при прослушивании ты слышишь и видишь пространство между кажущимися источниками звука, что уже само по себе является признаком высококачественного звукового воспроизведения. Все музыканты, которых ты слышишь, которых ты видишь в своем воображении, располагаются на разном расстоянии от тебя. Интересно, что звучание по своей тональности абсолютно ровное. То есть, в нем нет ни перебора на середине, в нем нет перебора на верх, на верхних частотах. Обычно среднечастотные и высокочастотные переборы характерны для очень многих Hi-Fi компонентов. Потому что чем ярче и насыщеннее звучит звук, тем, как правило, быстрее покупатели покупают эти компоненты. Этот же звук скорее можно назвать быстрым, четким, ясным, отчетливым. И он скорее склонен к нейтральности, чем к какому-то приукрашиванию. И, несмотря на то, что размер колонок, ну, в принципе, довольно-таки скромный, они звучат довольно-таки масштабно. Хотя, конечно, сабвуфер на самом деле, наверное, все-таки не помешает. Но я слушал их без сабвуфера. Нет, ну, все-таки вот по прорисовке сцены, вот по сценическому пространству, которое рисует вот эти же BL-ки, я бы сказал, что это восхитительная акустика в своем ценовом диапазоне. Потому что за те деньги, которые они есть, ты получаешь полноценный музыкальный комбайн, который профессиональный, который справляется со всеми современными форматами, и при этом рисует абсолютно аудиофилическую, нейтральную музыкальную картинку. Ребята, это на самом деле здорово, что взял одни колонки, и тебе больше не надо запариваться, не искать родивые коннекторы, не искать позолоченные провода, не придумывать какие-то там серебряные межблочники, ставить технику на какие-то там шипы, колючки. Хотя на самом деле на шипы ты, конечно, можешь их поставить для улучшения звучания, и придавить чем-нибудь сверху, можешь каким-нибудь аудиофилическим кирпичом. Но на самом деле компоновка активной акустики с четырьмя усилками, то есть два в одной колонке, два в другой, и с двумя ЦАПами, один ЦАП в одной колонке, другой ЦАП в другой колонке, это очень удачное решение для получения качественного звука. И такая компоновка доказывает свою результативность именно качеством звучания, которое я услышал при прослушивании акустики. Влюбился. Еще хочу сказать тебе, что канал Premium Hi-Fi развивается, и для улучшения качества звука, для улучшения качества видео, мне необходимо обновлять оборудование, на котором я снимаю свои видео. Прямо под видео есть кнопочка «Спасибо», и все «Спасибо», все полученные донаты отправляются прямиком на обновление оборудования. На этом все. До новых встреч! Продолжение следует...